Всем привет дорогие друзья! За последнее время очень часто люди задают такой вопрос как отказаться от Песеля в Польше? Как выехать из Польши? Как поехать в другую страну и получить там защиту? Обо всем этом и более мы с вами поговорим в данном видео, как можно покинуть Польшу, уехать в Украину, либо в другую страну Европейского Союза. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Так вот первый вопрос, который мы разберем, это как же отказаться от Песеля в Польше? Как вы знаете, те украинцы, которые заезжают в Польшу и хотят получить защиту, они оформляют Песель, а также оформляют статус Укр. Но бывает такое, что человек решил либо уехать в Украину, либо же уехать в другую страну Европейского Союза и задается таким вопросом, как же аннулировать свой Песель. Так вот, согласно закона о реестре населения в Польше, этот закон гласит, что нельзя удалять данные из реестра. Поэтому сам номер Песель вам присваивается на всю жизнь. Поэтому нельзя его аннулировать. Даже те люди, которые создавали Песель до войны, они сейчас заезжают в Польшу и также у них уже есть Песель. Они просто дополнительно получают статус Укр, если имеют на это право. Поэтому сам Песель вы не можете от него отказаться. Он присваивается один раз и на всю жизнь. Так что в этом случае, если вы планируете уехать в Украину, то в этом случае по истечению 30 дней ваш статус Укр автоматически аннулируется. Это время не суммируется. Опять же, есть люди, которые говорят, что не разово 30 дней, а эти не суммируются. Если вы были в Украине 10 дней, потом поехали еще на 5 дней, потом еще на 15, то суммарно получится 30. Нет, это за раз. Если вы покинули территорию Польши на срок более чем 30 дней разово, то в таком случае вы теряете свой статус Укр. Поэтому если вы решили поехать в Украину, то по сути вам ничего не грозит. Но часто также у украинцев постает вопрос, можно ли получить какую-то временную защиту в другой стране Европейского Союза. Так вот, прямого запрета на получение такого статуса в другой стране нет. Но по заявлению Еврокомиссии временная защита дается один раз. А если вы хотите получить временную защиту в другой стране, то здесь уже идет на индивидуальной основе. То есть вам могут выдать временную защиту другой страны, а могут и не выдать. Так как вы уже, если в Польше оформили временную защиту, то в другой стране эта страна может вам отказать. Поэтому изначально, перед тем, как покидать Польшу, желательно обратиться в посольство той страны на территории Польши, чтобы уточнить этот вопрос. Но опять же, если вам откажут с этим статусом временной защиты, то в любом случае вы можете поехать в ту страну, если у вас есть вот этот безвиз в 90 дней. Поэтому перед тем, как поехать в другую страну, изначально ознакомьтесь с вариантами получения статуса в той стране, не отменили ли сейчас там какие-то защиты, прием беженцев. Поэтому ознакомьтесь, чтобы потом не было такого, что в Польше вы потеряли статус, а в другой стране вы не можете его получить. Также, что очень важно, перед выездом из Польши вы должны уведомить ЗУС, что вы покидаете Польшу, если вдруг вы оформили какое-то пособие в Польше. Обычно речь идет именно о тех пособиях, которые имеют регулярный характер. Самые распространенные из них это 500+, это дофинансирование детского сада, либо это семейный капитал, то есть те пособия, которые выплачиваются человеку каждый месяц. И эти пособия вы можете получать только в том случае, если вы находитесь на территории Польши. Если вы покидаете Польшу, то вы обязаны сообщить о том, что вы уезжаете, чтобы расторгнуть вот эти выплаты. Также в Польше есть такие выплаты, как 300 злотых, это первая выплата, которую можно получить. Также есть помощь от ООН, помощь от Красного Креста и так далее. Так вот, эти помощи не относятся к ЗУС, это добровольные организации, которые выплачивают такую помощь. Поэтому им ничего не нужно сообщать. Но уведомить ЗУС вы должны в том случае, если ваша поездка за пределы Польши будет на срок более чем месяц. То есть в таком случае вы теряете свой статус и право получать пособие. Так как по официальному заявлению ЗУС, те лица, которые не своевременно уведомили ЗУС о том, что они покидают Польшу, они будут обязаны вернуть незаконно полученные деньги за те месяца, которые они не находились в Польше. А в некоторых случаях это также может иметь более серьезные последствия. А также один из распространенных вопросов, можно ли получать пособие в Польше и в другой стране Европейского Союза. Так вот, по заявлению ЗУС, данная технология согласования данных уже давно обкатана в Европейском Союзе. Поэтому получать пособие в двух разных странах так делать не получится. А для того же, чтобы отказаться от этих пособий ЗУС, это достаточно просто. Вы можете прийти в ближайшее отделение ЗУС, написать заявление о том, что вы отказываетесь от пособий. Либо же есть второй более простой вариант. Это, конечно же, онлайн. Это более просто, если вдруг вы не находитесь в Польше. В интернете много информации о том, как подать заявление в ЗУС онлайн. Поэтому, если что, можете посмотреть. А под конец же видеоролика давайте разберем 4 вопроса, которые мне задавали подписчики. И в данном видеоролике мы разберем на них ответы коротко и понятно. Первый вопрос. Я приехал в Польшу после 24 февраля, получил ПЕСЛ со статусом УКР и больше не могу никуда выезжать в другие страны, так как лишусь номера ПЕСЛ. Так вот, как я сказал в данном видеоролике, ПЕСЛ присваивается один раз и на всю жизнь. Поэтому ПЕСЛ вы не потеряете. Но если покинете территорию Польши на срок более чем 30 дней, то вы потеряете именно статус УКР, а также возможности получать пособия в Польше. Второй вопрос. Я получила номер ПЕСЛ со статусом УКР, хочу выехать из Польши. Нужно ли об этом сообщать и отказаться от этого номера? Так вот, опять же, как мы с вами разобрали в данном видеоролике, никуда обращаться не нужно и никакое заявление писать не нужно. Вопрос номер три. Я приехала в Польшу после 24 февраля вместе с детьми. Получила номер ПЕСЛ УКР, подала и получила на пособие 500 плюс за апрель месяц. И хочу выехать в Германию, но мне говорят, что я тогда должна буду вернуть это пособие. Так ли это? Так вот, это неверно. Те пособия, которые вы получали, когда находились на территории Польши, за тот период их возвращать не нужно. А вот если вы планируете покидать Польшу навсегда, переезжать в Германию, то, опять же, нужно будет сообщить в ЗУЗ, что вы покидаете территорию Польши. И вопрос номер четыре. У меня номер ПЕСЛ был сделан еще до начала войны. Я заехал в Польшу после 24.02 и уже не могу получать льготы, которые действуют для беженцев. Так вот, если у вас уже ранее был ПЕСЛ, то в таком случае вам новый ПЕСЛ не будет присваиваться. У вас ПЕСЛ остается старым. Но, опять же, вам нужно подойти в местную администрацию и написать заявление о том, что вы хотите получить временную защиту. И в таком случае вы дополнительно получаете статус УКР. То есть статус вашего ПЕСЛ также поменяется. Но сам ПЕСЛ останется старым. И в таком случае вы уже сможете рассчитывать на льготы, пособия и все преимущества статуса УКР. Ну что же, друзья, надеюсь, видео было интересным и полезным. Если остались вопросы, то внизу в описании под видео, либо в телеграм-группе, ссылка на которую опять же будет в описании, вы можете там задавать свои вопросы. А также внизу в описании под видео вы найдете много интересных ссылок. Работа в Польше, это изучение польского языка для детей, а также бесплатные переводы денег из Европы в Украину. По моей ссылке вы, как всегда, получаете бесплатные переводы денег абсолютно по всем направлениям. Поэтому можете зарегистрироваться уже сейчас, а деньги перевести позже, когда вам это будет нужно. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok